МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как прожили этот день, Украина и мир? Все самое главное узнаете из подробностей. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В поисках дна. Как глубоко упала национальная валюта и постучат ли снизу? Удар кетчупом. Чем Украина ответит на российские санкции? Беженцы-выселенцы. Что грозит тысячам украинских мигрантов в Германии? Тень на Азов. Кто на самом деле грозил Нидерландам, прикрываясь формой украинского батальона? Есть ли жизнь после 27 за доллар? Национальная валюта сегодня громко рухнула на межбанке, а курс евро в обменниках приблизился к 30. Кто толкает гривню с обрыва и чего украинцам ждать дальше? Давайте посмотрим в сюжете. Плавное снижение гривни превратилось в крутое пике. На межбанковском рынке курс доллара сегодня вырос до 25. Впервые с марта прошлого года. В обменниках сразу ринулись ставить новые цифры. В большинстве пунктов столицы покупали уже по 26,3. Продавали почти по 27. А вот евро приблизился к 30. Но ни паники, ни ажиотажа. Подорожание боимся. Да, зарплаты маленькие, если к доллару. Так как мы в Европу движемся, то наши зарплаты не соответствуют европейским. Обидно просто. За державу. Кому удалось сохранить сбережения в валюте? Наоборот считают выгоду. Я уже посчитала, сколько у меня сбережений. Наоборот стало больше. А, у вас в долларах. В гривне, да. Пусть растет. У меня в долларах, мне нормально. Но вот для большинства это означает, как минимум, рост цен на основные товары. В первую очередь, вслед за табличками в обменниках, растут ценники на бытовую технику. Да и импортные продукты тоже будут дорожать. Эксперты уверены, все дело в падении российской валюты. Хоть с северным соседом торговать стали меньше, но гривня от влияния рубля не избавилась до сих пор. Российские банки пытаются купить доллар по второму курсу, чтобы компенсировать свои втраты от российского рубля. Скупают за моими разрахунками 100-150 миллионов долларов. Гривня бы не падала, если бы в стране проводили реальные реформы, считает эксперт. Именно это основное требование МВФ, который пока не спешит продолжать сотрудничество с Украиной. Пока мы лишь возвращаем фонду старые долги. Как раз несколько дней назад Украина выплатила 174 миллиона долларов. Должны еще 11 миллиардов. Международного валютного фонда, который очень не задоволен станом проведения экономических реформ, а также борьбой с коррупцией. Без легальных действий относительно очищения влады от коррупции, скорее всего, мы деньги не получаем. До тех пор курс может расти и дальше. Зона вот такой вот турбулентности будет продолжаться 2-3 месяца. Точка, до которой максимально может доходить курс, может лежать за пределами даже, скажем, 30 гривен за 1 доллар. Решение фонда можно ждать уже в феврале. Экономисты не исключают, если оно будет положительным, доллар может вернуться к отметке 25 гривен. Но зависеть это будет от того, какие оценки за реформы получит правительство. Алексей Пшимыски, Алла Матюшук, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер. И относительно долгов, о которых только что говорил мой коллега, на Украину пытаются повесить новые. Газпром требует от Киева 2,5 миллиарда долларов за недобор газа в третьем квартале прошлого года. Это период, когда Украина фактически отказалась от закупок российского топлива. Но вот никаких договоренностей об отмене правила «бери или плати» не было. Об этом говорится в официальном заявлении Газпрома. Если Киев платить откажется, Москва грозит увеличением штрафных санкций. Газпром насчитал Украине уже общий долг. Это более 29 миллиардов долларов. Но в «Нафтогазе» его не признают и собираются идти в стокгольмский арбитраж. С тем договором, который подписан, есть определенные пункты, которые выполняются, или условно выполняются, или не выполняются. Это вопрос для суда, поэтому ничего нового не появилось. Будем ожидать реального решения. Приготовила Москва сегодня Киеву не только газовую платежку. Ввела также новые ограничения. В какие колеса на этот раз вставили палки, расскажет Данил Русаков. Новые ограничения для украинских перевозчиков Москва вела без особого шума. Сообщили о них в Украинском Минэкономразвитии. В России решение о том, что провозить грузы транзитом по территории Федерации можно только через пункты пропуска на российско-украинской границе первые лица сегодня не комментировали. В Киеве заявляют, белорусская таможня по-прежнему дает добро. Но вот на границе с Казахстаном пограничники могут товар забраковать. Между тем, украинские дальнобойщики уже направились в сторону Астаны по старому маршруту, то есть через Россию. В Киеве называют это пробным конвоем цель эксперимента. Будет ли российская таможня чинить препятствия? Мы считаем, что все действия Российской Федерации соперечивают загальным принципам функционирования СОТ. Еще и порушивают интересы и права третьих стран, таких как Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан, через которые идет транзит в Российскую Федерацию. Как говорят в правительстве, действия Москвы без ответа не останутся. В Киеве собираются разработать новый пакет санкций и принять их уже в самое ближайшее время. Данил Русаков, Сергей Ведмить, Московское бюро, телеканал Интер. Глава украинского МИДа подвел итоги своей вчерашней встречи в Брюсселе с коллегами из стран ЕС. Павел Климкин заверил, европейцы поддерживают Киев на пути к ассоциации и зоне свободной торговли. На стороне Украины о ней в вопросе выборов на оккупированных территориях Донбасса. Глава МИДа также сообщил, что сейчас в Минске продолжаются переговоры контактной группы. И вскоре может состояться очередной обмен пленными. Я очень надеюсь, всем сердцем надеюсь, что сегодня и завтра мы получим позитивную новину в том, что готовность к обмену и наши герои вернутся домой. Теперь о дипломатии полутайной. В Киеве уже два дня работают спецпосланники Меркель и Оланда. Сложа руки при этом не сидят. Проводят встречу за встречей и в самых высоких кабинетах. Но вот о чем говорят и с кем ни слова. Хоть какую-то информацию из-за закрытых дверей мы поручили узнать Екатерине Лысенко. Это не просто делегация евродипломатов. Это ближайшее окружение Ангелы Меркель и Франсуа Оланда. Посланники канцлера Германии и президента Франции. Они в Украине всего два дня, но за это время встречаются с представителями всех ветвей власти. С президентом, премьером и представителями фракции. Все встречи за закрытыми дверями. А главная миссия представителей Германии и Франции – сверить так называемые политические часы. Поговорить о ситуации на Донбассе и главное – выполнение минских соглашений. Они заинтересованы тем, что если Украина не будет поддерживать минских соглашений, то им будет тяжело умовлять своих коллег, я имею в виду по Европейскому парламенту, по Европейской спільноте, про продолжение санкций. Они про это сказали. Но вместе с этим они четко заявили, что мы понимаем, как дальше действовать, чтобы допомогти украинской владе, владе налагодить контроль на докупованную территорию. По очереди посланники Меркель и Оланда встречаются с каждой депутатской фракцией. Хотят слышать и коалицию, и оппозицию. Говорят о многочисленных нарушениях режима прекращения огня боевиками и препятствований с их стороны работе миссии ОБСЕ. Германия и Франция поддерживают нормандский процесс. Наши лидеры делают все возможное в коммуникации с Порошенко и Путиным, чтобы найти мирное решение, потому что это в интересах Европы. Но при этом должны соблюдаться принципы минских соглашений, которые, я знаю, соблюдаются Украиной. Оппозиционеры же на встрече заявили о готовности участвовать в разрешении кризиса на Донбассе, проведении выборов и всеми средствами способствовать восстановлению региона. Мы отверто поддерживали Минский протокол при его подписании. И мы считаем, что это единственный шаг решения конфликта на Донбассе. Поэтому мы детально рассказали наше вид, каким образом регулировать политическим шагом конфликт, как провести выборы, как следующий шаг – это закрытие кордонов. Поэтому все эти вопросы были обговорены детально. Мы видим, что есть реальные интересы, заинтересованные с боку европейской стороны. Никаких рекомендаций немцы и французы не давали, по крайней мере, так уверяют нардепы. Но в то же время в Верховной Раде говорят, для реализации тех же минских договоренностей нужно принимать законы и изменения в Конституцию. Но это уже задача парламента, который приступит к работе на следующей неделе. Екатерина Лысенко, Владимир Самченко. Подробности – телеканал «Интер». Негостеприимную дипломатию продемонстрировала Германия. Власти страны указали на дверь украинским беженцам и даже готовы депортировать уже тысячи людей. Почему же украинцам массово отказывают в предоставлении убежища? Татьяна Лагунова подробнее. Граница на замок. В последнее время немецкие политики все чаще требуют этого от Ангелы Меркель. Сегодня с таким призывом к канцлеру обратился министр транспорта через одну из немецких газет. В интервью изданию Александр Добрин заявил, что Германия уже на пределе своих возможностей. И если страна не закроет границы, Европа окажется на коленях. Транспортного министра поддержали его однопартийцы и партнеры партии Меркель по блоку ХСС. Призыв закрыть границы часто неправильно понимают. Никто не говорит о том, что их полностью закроют. Речь идет о том, чтобы не пускать в страну беженцев без контроля. Немецкие законы предусматривают, если человек прибыл к нам из соседней безопасной страны, он не имеет права на убежище и должен быть депортирован. Сегодня же Меркель передали письмо от депутата в блоках ХДС ХСС. Его подписали 44 человека. Авторы тоже просят Меркель ужесточить миграционную политику и усилить контроль на границах. Впрочем, у этой идеи немало и противников, например, министр иностранных дел Германии. Я думаю, задача политиков объяснить, что при нынешней динамике потока беженцев проблему не решит за ночь. Мы не можем мгновенно найти решение. И я гарантирую, оно точно не в закрытии границ. От миграционного кризиса пострадали и украинцы, которые просят убежища в Германии. Немецкие СМИ сообщают, за последние два года такие опрошения подали более 7 тысяч человек. И в последние недели многим пришли отказы с требованием покинуть страну. Татьяна Лагунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Теперь о беженцах украинских в Украине. Всю зиму без тепла, а со вчерашнего дня даже и без света, живут в общежитии Минюста переселенцы с Донбасса. В письме нашей редакции люди пожаловались, что таким образом администрация просто пытается выселить их на улицу. Ирина Романова проверила, так ли это. Вот у нас на градусники сейчас 13 градусов. Ее трехлетний сын, говорит Ирина, недавно перенес операцию на почках. И мальчику просто необходимо тепло. Но батареи в общежитии, в котором временно ютится переселенка, всю зиму ледяные. Если до вчерашнего дня спасал колорифер, то теперь уже нет электричества. Ночь мы переночевали, два одеяла полностью в теплой одежде, ничего не снимали. А в Одессе Сергея тоже переселенцы сегодня мерзнут вместе с родителями. В школе и садике карантин. Только детей, кстати, есть, и инвалиды в том числе дети. 22 ребенка от 2 до 14 лет. Вот, как можно такое отключать? Тем более, что в кухнях электроплиты. И сегодня все 30 семей дончан даже еду себе не могут приготовить. Кстати, большинство из них засеялось сюда еще полтора года назад. По направлению департамента соцполитики столичной администрации. И проблемы, рассказывают, были уже тогда. Пришли сюда. Не было отопления включено, не было горячей воды. Сразу озвучили цена за комнату трехместную. Они считают, по койко-местам, за три койко-места. Возводят 3500 гривен в месяц. С октября месяца мы начали разбираться с Министерством юстиции. Петренко с нами встречаться не хочет. Два года назад общежитие на Кустанайской, 6, Минпромполитики передало на баланс Минюста. Суммы долгов Киев, Энерго, Водоканалу и другим коммунальщикам уже тогда исчислялись миллионами гривен. О том, в какое проблемное место попали, переселенцы узнали позже. Теплоэнергия, вот самое удивительное. Теплоэнергия 1639 гривен. У них был в 2013 году долг 1 миллион 730 тысяч. Вот этот долг 1 миллион 730 тысяч, они делят на 12 месяцев, они делят на 256 койко-мест, не квартира, а койко-мест. И умножают на три. Вот у меня три человека проживают, три койки у меня стоят. Они это самое. И вот они считают 1689 гривен. Получается, что эти люди из своего кармана вынуждены погашать долги общежития. В администрации с этим не согласны и доказывают. Долг за электричество, например, возник по вине переселенцев. Люди, которые проживающие здесь, так называемые переселенцы, не оплачивают за услугу проживания в этом общежитии. Нет. Их было 11 человек на конец ноября месяца. На сегодняшний день это все 29 квартир. На сегодняшний день 401 тысяча. Именно по этой причине, говорят в администрации, Кивэнерго отключило общежитию свет. И пока жильцы не погасят долг, электричества не будет. Нет. Декабрь у нас оплачено. Я не понимаю, почему отключили свет. Там было министерство юсуицы, Велице, Чижмарь, Екатерина, не помню, извините имя, отчество. Да, мы подписали договор до марта месяца. Мы обратились в Минюс с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответа пока нет. А на двери общежития уже висит объявление. Всем проживающим освободить помещение. Ирина Романова, Сергей Еременко. Подробности. Телеканал Интер. Боевики продолжают использовать тяжелое вооружение на линии разграничения. Несколько обстрелов из минометов зафиксировано на Донецком направлении, в частности в районе Горловки. Подробнее расскажет наш военкор Ярослав Кречко. Разбитые грузовики на дороге и террикон. Ориентиры для украинских военных. Позиции боевиков легко рассмотреть в бинокль. Тяжелую технику, рассказывают военные, боевики прячут за терриконом. Там есть и танки, и даже артиллерия. Этой ночью противник снова применил запрещенный минскими договоренностями миномет. Утром глаза бойцов это Василий. На посту следит, чтобы противник не застал наших солдат врасплох. В туман или ночью боевики подкрадываются совсем близко. Этот флаг в нескольких десятках метров от позиции украинских военных постоянно нервирует боевиков. Уже несколько раз они пытались выйти в поле в нейтральную серую полосу и снять его. Конечно, флаг не главная цель рейдов вражеских диверсионных групп. Но украинские военные гордятся тем, что у горловских терриконов развивается сине-желтое знамя. Это наша земля. И поэтому он постоянно там будет. А потом же и в горловке, и в Донецке, и до кордона догоним этих паразитов. Ярослав Кричко, Даниль Косаковский и Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер. Громкое обвинение. Расстрел мобильной группы силовиков в Луганской области организовали кураторы наркотрафика. Об этом на своей странице в фейсбуке заявил глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука. Напомню, в сентябре прошлого года во время обстрела мобильной группы погибли двое силовиков, а четверо получили ранения. По словам Туки, следователи вышли на крупную организацию наркоторговцев. Которую крышевали украинские чиновники. Высший совет юстиции уволил 21 судью за нарушение присяги. Они принимали незаконное решение против активистов Евромайдана. Так решила временная спецкомиссия по проверке. Относительно шести уволенных материалы направлены в высшую квалификационную комиссию для привлечения к дисциплинарной ответственности. А всего открыто 41 производство против 46 судей. Кроме этого, президент своим указом уволил еще четверых. Также за нарушение присяги. Среди них, кстати, и Родион Киреев. Вы это имя помните? Именно он упрятал за решетку Юлию Тимошенко. Суд над торнадовцами. Дело бойцов спецроты МВД сегодня начали рассматривать по сути. Обошлось без драк и потасовок, но всплыли новые подробности. Хватит ли доказательств громких преступлений, знает Елена Зорина. У входа в Абалонский суд военные кразы и нацгвардейцы в помещение пускают только участников процесса и журналистов. Побратимы торнадовцев, а их немного, ждут на улице. Внутри на каждом этаже правоохранители. Обвиняемых привозят с часовым опозданием. На сезоне жалуются, недовольны тем, что процесс закрыт. Если так дальше все будет продолжаться, мы будем вынуждены объявить голодовку. И до тех пор они не смогут просто проводить суд. Что они сделают? Они нас сюда всех на носилках будут. С журналистами общаются всего несколько минут, пускают и одного сослуживца. Дальше все за закрытыми дверями. На скамье подсудимых 8 бойцовых обвиняют в тяжких преступлениях, изнасилованиях, убийствах, жестоких пытках. Вот кадры следственного эксперимента, которые появились еще летом. И записи разговоров самих бойцов. Здесь пыток, жизнь, правда, не жизнь. Ничего не поднимает. Он молодец. Сейчас адвокаты обвиняемых настаивают доказательств вины. Торнадовцев в материалах дела нет, как и основного видеозверств. Они рассказывают о том, что были какие-то насильственные действия, есть доказательства видео, видео нет. Достаточно собранных доказательств, они будут предоставлены до суду. Например, будет предоставлен такой доказательств, как фотоснимание человека, у которого телесные ушкоджения половых органов. После того, что на данной фотокартке проведены соответствующие экспертизы, установлены потерпели. Потерпели это живые. В деле говорят прокуроры 8 пострадавших. Они не в России, как уверяет защита, там никогда не были, а в Украине. Все жители Луганской области сейчас под охраной. Пока длилось следствие, им угрожали. Пострадавшие будут свидетелями в суде. Пока же здесь слушают обвинительный акт. Если тех, кто сейчас на скамье подсудимых признают виновными, им грозит до 15 лет тюрьмы. Елена Зурина, Вадим Сверидонов. Подробности телеканал Интер. Нацполиция опубликовала видео с камер наблюдения в ресторане на закарпатском курорте Драгобрат. Напомню, 10 января между компанией подвыпивших бойцов правосектора и охраной ресторана там завязалась потасовка со стрельбой. В результате пострадали 4 человека. Пятерых правосеков тогда взяли под стражу. Давайте посмотрим, что видно на видео. Вот члены правосектора водят хоровод. Потом выходят курить на улицу. Один из мужчин стреляет в воздух из пистолета. Затем кто-то скручивает камеру наблюдения. А вот и сама драка. Сначала на улице, а потом внутри ресторана. Здесь камеры тоже зафиксировали оружие в руках участников потасовки. Идентифицировать всех хулиганов теперь будут эксперты. На камерах стражения четко видно, как начался конфликт между подпочивальниками и персоналом. На видео мы видим, как один из подпочивальников держит оружие. Это тот подпочивальник, который сейчас затриман. Скандал международного масштаба втянуты бойцы полка АЗОВ. В сети распространили видео, на котором якобы его члены грозят Нидерландам. Елена Митясова разбиралась, кто на самом деле прикрывался формой украинских военных. Это видеообращение от имени Азовцева шеломило даже самих бойцов полка. В балаклавах на украинском и английском они сыплют угрозами в адрес Нидерландов. Грозят терактами, если голландцы на референдуме 6 апреля не ратифицируют ассоциацию Украины с ЕС. И требуют это соглашение принять уже в течение месяца. Дело пахнет международным скандалом, но официально АЗОВ свою причастность к этому ролику отрицает. Официально заявляем, что эти ролики с желогидной провокацией и неакисной подробкой, которая не имеет никакого отношения к нашему полку. Кто же тогда эти люди на видео и кто стоит за созданием ролика? Сейчас выясняет украинская киберполиция. Но в том, что обращение фейковое, сомнений нет, говорят в АЗОВе. Оружие страйкбольное, аккаунт, откуда распространили видеообращение, зарегистрирован был в России за 5 минут до появления видео. Это предварительные результаты расследования правоохранителей. Но то, что подобная провокация не последняя, уверены в МИДе. Цель препятствовать ратификации соглашения Украины с ЕС. За результатами анализа голландской аудитории, два ключевых аргумента против угодов про ассоциацию – это война и коррупция. В этом связи, конечно, конфликт на сходе Украины, он останется козырем в руках оппонентов угодов про ассоциацию. Отреагировали на ролик уже и голландские СМИ. Не поверили в его подлинность издания. The Telegraph приводит видео с опровержением и называет его фейком. А голландские журналисты делают выводы, что таким образом кто-то пытается рассорить Нидерланды с Украиной. Елена Митясова, подробности, телеканал Интер. О старой вражде и возможной новой дружбе. Тегеран и Вашингтон не успел Запад снять с Ирана санкции из-за ядерной программы, как США ввели новые, уже из-за испытаний исламским государством, баллистических ракет. Но это не помешает Ирану возобновить масштабные торговые связи. Как это повлияет на мировую экономику? И возможен ли худой мир после доброй ссоры, узнавал наш корреспондент в Вашингтоне Тихон Дзятко. Новые санкции против Ирана США ввели еще в воскресенье. Они затронули пять иранских граждан и сеть компаний, связанных с запрещенной ракетной деятельностью. Причина — два испытания Тегераном баллистических ракет в конце прошлого года. В иранском МИДе новые меры Вашингтона назвали незаконными и пообещали активизировать свою программу по разработке баллистических ракет. Впрочем, это не выглядит уж столь серьезно. За день до этого с Иранской Республики сняли многолетние санкции из-за ядерной программы. Теперь перед Ираном ряд экономических возможностей. И основная из них — право поставлять нефть на мировой рынок. Запад и Международное агентство по атомной энергии теперь обещают пристально следить, не вернется ли Иран к своей ядерной программе. Мы проделали длинный путь с того момента, как агентство начало следить за иранской ядерной программой в 2003 году. И подобные усилия требуются и в будущем. Эксперты тут отмечают, США, очевидно, не хотят новой конфронтации с Ираном. В прессе осторожные разговоры о возможности восстановления дипломатических отношений. Кроме того, Белый дом и Госдеп довольно сдержанно отреагировали на инцидент с задержанием двух американских судов в конце прошлой недели. Тогда иранские военные поставили моряков на колени и заставили на камеру приносить извинения. Вчера центральное командование США признало, катера отклонились от маршрута. Одно из главных последствий снятия санкций с Ирана для США – освобождение пятерых американцев, которые находились в иранских тюрьмах. Все они сейчас в Германии, в военном госпитале. Впрочем, о нормализации отношений между Ираном и США говорить очень преждевременно. В иранских тюрьмах по-прежнему остаются американцы. Тихон Зитко, Никита Исайко. Подробности Американское бюро телеканала Интер. И с оглядкой на нефтяные перспективы Ирана, а вследствие этого все дешевеющее и дешевеющее сырье, украинцы в ожидании смотрят на бензиновые ценники. Надежда на удешевление топлива появилась после распоряжения премьера разобраться с ценообразованием. Изменилось ли что-то на АЗС? Проверял Олег Решетняк. Главная новость минувших выходных. С Ирана сняли санкции. Тегеран выходит на международные торги и уже планирует увеличить добычу нефти вдвое. Цены на черное золото стремительно покатились вниз. Но это, похоже, Украину не касается. А вот, например, в США стоимость одного литра бензина уже упала до 12 центов, что в переводе на наши деньги около 3 гривен. Здесь, конечно же, не обошлось без решений кабинета министров. Если раньше от объема проданного бензина трейдеры платили 5% с выручки в гривне, то сейчас платят валюте по курсу НБУ. Отсюда и высокие цены на топливо. Но это еще не все. Добавились новые налоги и повысились старые. На 13% повысился акциз на бензин. На 40-50 копеек на литре поднялась цена на акциз при продаже конечному потребителю на заправке. И добавился налог на недвижимость. Вторят трейдерам и эксперты. Политика правительства приводит к тому, что украинцы о понижении цен на бензин знают только по новостям из других стран. У нас каждый год растут налоги. Как будто бензин это у нас что-то свое, копеечное, куда можно нагрузить на литр 2 доллара, и никто ничего не скажет. На сегодняшний день налоги занимают больше половины бензина, стоимости которой стоит на стеле. Даже я вам скажу больше. Если бензин будет бесплатно, то он будет минимум 12 гривен. Это будут налоги и работа операторов, аренда и налоги. Все. Эксперты знают, что нужно сделать для того, чтобы в Украине был дешевый бензин. Но пока в этом направлении ничего не делается. У нас идеальный вариант быть таким, такой маленькой Швейцарией, хотя бы по нефтянке. У нас ближайшие нефтяные страны, это Россия, Казахстан, Азербайджан, у которых профицит сырья. Номинально Украина могла бы перерабатывать 50 миллионов тонн в год. Сейчас с трудом же получается только два. Олег Решетняк, Василий Миновщиков, подробности, телеканал Интер. Продолжаем подробности и вот что узнаете из второй части выпуска. Снежная катастрофа. Каких бед натворила погода за сутки. Остановить вирус. Большую часть Украины переводят на карантин. Мамаши, затяните пояса. Правительство сказало потерпеть одиночкам, воспитывающим детей. Циклон, который засыпал снегом 7 областей, покинул Украину, сообщают синоптики. Но теперь встречаем морозы. В ближайшие дни температура опустится до минус 20. Впрочем, в заметенных регионах пока больше обеспокоены все же ликвидации последствий непогоды. Репортаж наших корреспондентов. Из-за непогоды в Днепропетровской области остановился скорый поезд Запорожье-Киев. В поле он простоял несколько часов, прежде чем пассажиров пересадили в другой состав. Невозможно было сегодня проехать и по двум автотрассам Борисполь-Запорожье и Кировоград-Кривой Рог. Из-за заносов и гололюдицы их попросту закрыли. В самом Днепропетровске сегодня проехать, но не пройти. Тротуары скользко, а дорога расчищенная. Пешеходные дорожки, сплошной каток. Эта женщина убедилась лично. Поскользнулась. В результате перелом руки. Поехала конкретно и падала. Получается, не смогла я сгруппироваться. Упала. Уже руку подставила, а потом уже спиной. Ну вот рука и пострадала. В травмпунктах людей много. Врачи говорят, в последние дни число пострадавших на льду увеличилось втрое. Если раньше это 20-30 человек, до 50 лет. Летом, то сейчас это 150-180 человек по всем травмпунктам в сутки. А вот в Николаеве на помощь медикам пришли местные активисты. На внедорожниках они объезжают дворы и помогают бригадам скорой помощи, чьи машины постоянно увязают в сугробах, доставлять пациентов в больницы. Куда хуже ситуация в селах. Женщина родила дома, доехать в больницу не смогла. И сегодня же на областных трассах в снегу застряло несколько десятков автомобилистов. Сами виноваты, говорят спасатели, прорвали блокпост полиции и выехали на закрытую автодорогу. Более 20 автомобилей прорвав блокпост полиции в Новой Одессе, игнорировая все законные требования, заблокировала специальный пожарный автомобиль на базе 131-го зела в районе села Троицкого, который осуществлял работы по оказанию помощи. Их вытащили из сугробов и задержали. А в Одессе сегодня подвели первые итоги после снежного бурана. С начала негода, 17 числа, вытягнули снеговых заметок 402 автомобиля. Врятовано 787 человек, из них 30 детей. В самом областном центре сегодня возобновил работу международный аэропорт и общественный транспорт. Правда, в межквартальных проездах по-прежнему снежное царство. До них у коммунальщиков руки, скорее всего, дойдут не скоро. Самая сложная ситуация в районах. Лишь к обеду для пассажиров автобусов и легкового транспорта власти открыли движение по трассе Киев-Одесса. На остальных пригородных магистралях проехать можно разве что на отдельных участках. Поэтому с десяток райцентров по-прежнему остаются изолированными от внешнего мира. А жители 23 населенных пунктов до сих пор сидят без света. Кирилл Юичишин, Наталья Грищенко, Андрей Анастасов, подруга областей, телеканал Интер. Уже в 16 областях Украины введен карантин в связи с заболеваемостью гриппом. В двух Донецкой и Ривненской эпид порог превышен. В этом году по стране гуляет так называемый свиной грипп. Чтобы сдержать распространение вируса, школьников отправили на каникулы. Сегодня министр здравоохранения сообщил, от гриппа и его осложнений в Украине уже умер 51 человек. Причина, уверен Квиташвили, позднее обращение к врачам. Тем не менее, паниковать не стоит. При первых признаках недомогания министр призывает не заниматься самолечением, а сразу же обращаться за врачебной помощью. Украина находится на том же уровне, как и европейские страны. Вы знаете, что в Восточной Европе и в Западной Европе сегодня тоже есть сезон гриппа. И в принципе, по процентным соотношениям мы абсолютно в тех же рамках, как и они. Даже если они сомневаются, грипп это или не грипп, чтобы обращались к врачам, поликлинике, больнице. Новогодний подарок матерям-одиночкам. Правительство приостановило выплаты госпомощи. Платить обещают, но попозже и уже по-новому. Пока же просят ждать и терпеть. Но вот дождаться могут не все. Инна Белецкая разбиралась в этом вопросе. Потратившись на подарки к рождественским праздникам, Лиана рассчитывала на помощь государства для четверых ее детей. Но не тут-то было. В этом месяце я не отримаю никаких денег, допомоги державы на детей. А это Анна после переезда с востока страны живет в Луцке. Здесь нашла работу с зарплатой всего 1500 гривен. От государства для нее, как для матери-одиночки, все-таки были небольшим подспорьем. Когда денег не получила, пошла выяснять. Сказали, что при зупинении с 1 сечня 2016 года выплаты всем одиноким мамам совсем при зупинении. И подальше их инструкции еще не разработано, еще они не отримывали. Бо якось там изменилась вся схема. И записывают на лютый, на конец сечня. В очередях к этому окошку каждый день сотни женщин. Все приходят за объяснениями, где же деньги. Сотрудники отдела соцзащиты информируют. Выплаты приостановили. Теперь все по-новому. Женщинам советуют собирать документы, но теперь помощь получат не все. Например, мать-одиночка, воспитывающая одного ребенка, вот хотя бы учитель в школе. Зарплатой в 2600 гривен. На помощь может не рассчитывать. У нас есть такие случаи, что среднемесячный сухотный доход семьи 3000. Одна дитина также. Делится на 2-1,5 тысячи. То эта семья на эту допомогу не будет иметь права. А вот неработающим и многодетным одиночкам жить станет лучше. Например, Лиана на своих четверых сможет получить на целую тысячу больше. Но у нее остается вопрос. Когда? Очередную реформу начали с самых, по мнению государства, защищенных. Не забыв при этом поднять зарплаты нардепам. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Топонимический протест. В Кировограде вышли на митинг сотни горожан, не желающих становиться ингульчанами. Этот вариант названия города, напомню, рекомендовал местной власти комитет Верховной Рады. Чего добились протестующие, расскажет пока еще кировоградка Елена Брынза. Под украинскими флагами, самоварами, лозунгами «Нет Ингульску». Так сегодня утром под стенами мэрии митинговали несколько сотен человек. Требовали от местных депутатов обратиться в Верховную Раду с просьбой вернуть городу историческое название «Ели Советград». Я хочу гордиться названием своего города. Хочу гордо произносить это название. Я против Ингульска. Я надеюсь, что вы примете нормальное решение. На митинг пришли и несколько десятков человек. противникам название «Ели Советград». Но обошлось без словесных перепалок и столкновений. То ли крещение так благотворно повлияло, то ли присутствие более сотни правоохранителей. Наши предки казаки всегда шли в бой с именем Богородицы. Митинг продолжался примерно полчаса. Затем жаркие дискуссии перенеслись в сессионный зал. Предложения звучали разные, в том числе отказаться от обоих вариантов. Треба исключить и Ингульск, и Ели Советград. В результате депутаты проголосовали за обращение, предложенное мэром. Они категорически не согласны с названием «Ингульск» и просят отложить вопрос переименования города до лучших времен. Как вариант провести референдум. Но сможет ли референдум примирить кировоградца в вопросе переименования города? Ведь подобный опрос мэрия уже проводила осенью прошлого года. На него подразили 300 тысяч гривен. А нового имени город так и не обрел. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал «Интер» Кировоград. Днепропетровские таможенники попались на взятки. Все четверо входили в преступную группу. Клиентами были предприниматели, которые должны были платить за беспрепятственное оформление грузов. Главного инспектора таможни взяли с поличным, когда ему передавали 16 тысяч гривен. Руководителя поста Днепропетровск индустриальный задержали при получении 13 тысяч. А вот в служебном кабинете замначальника одного из отделов таможни нашли 218 тысяч гривен. Четвертый участник во время обыска в квартире инспектора товароведа сотрудники СБУ обнаружили 30 тысяч гривен. Все взяточники уже задержаны. В аэропорту Борисполь упростили паспортный контроль. На проверку документов теперь уходит не более 5 секунд. А раньше эта процедура занимала как минимум 2 минуты. Работать оперативнее стали благодаря спискам пассажиров, которые заранее передаются из международных аэропортов. И пока самолет в воздухе, украинские пограничники успевают обработать информацию о пассажирах. И по прилете остается лишь сверить их фото в паспорте. Но вот обладателям биометрических паспортов и вовсе не нужно задерживаться у окошек. Паспортный контроль они проходят самостоятельно. Вот у такого турникета. К считывающему устройству всего лишь нужно приложить документ. Мы проверяем паспортный документ на действительность, робим идентификацию пассажира, действительно, он или не он. И в базу мы не вносим его. Все вносится по передних списках. И ставим отметку, если пассажир просит. По желанию. Да, быстрее, конечно. Особенно если в сравнении с дубайским пограничным контролем, там, где он занимает 2 часа, то, конечно, сейчас это несравнимо. Родственники девушки, погибшей в концертном зале Батаклан во время парижских терактов, собираются подавать иск против Бельгии. Обвинение бездействия. Ведь все террористы жили в этой стране, были известны как радикалы, но при этом свободно перемещались и даже сумели спланировать свой кровавый джихад. Я попросила нашего адвоката подготовить иск против Бельгии. Это называется бездействие. А за бездействием стоят разбитые судьбы. Это дети, которые не увидят родителей, и родители, которые не увидят детей. Как могли там находиться и жить 10 террористов и спокойно перемещаться? Чтобы не допускать подобного, в Бельгии придумывают новые способы борьбы с мигрантами, представляющими потенциальную угрозу. Особое внимание обратили на тюрьмы. Продолжит София Гордиенко. Новые бельгийские власти на миграцию смотрят вообще без особого пиетета. Вот уже больше года правительство возглавляют фламандские националисты. Они соотечественников-волонцев переносят с трудом. Не то, что иностранцев, требующих крова, дома и пособия. Вице-премьер по делам миграции Тео Франкен, герой местных новостей. Он слов не выбирает и в политкорректность не играет. 40%, мадам, 40%. Вы понимаете, это заключенные в наших тюрьмах, которые даже не имеют права проживать в Бельгии. Этим 40% Франкен и придумал новую меру. Досрочные, условные или даже тюремные каникулы для тех, кто мотает срок до трех лет. В случае согласия возвращения на историческую родину. Министра критикуют нещадно. Каждый случай индивидуален. И есть риск, что преступника перепутают с простым нелегалом, который находится в тюрьме и которого часто берут под стражу, поскольку у него нет фиксированного адреса. Правда, Франкену к критике не привыкать. За его предложение парламент Бельгии будет голосовать уже в этот четверг. А тем временем полиция предоставила отчет о криминальной ситуации в этом году. Еще никогда страна не была такой безопасной. Количество преступлений сократилось на 12%. Причины полицейские не объясняют, но возможно все дело в улыбчивых автоматчиках, расставленных в стране на каждом углу. И полицейских рейдах, продолжающихся после парижских терактов. София Гордиенко, Василий Тружковский. Подробности телеканал Интер. Брюссель. 3,5 тысячи аптечек для первой помощи предоставят украинским солдатам Великобритания. Министерство обороны Соединенного Королевства потратит на них почти полмиллиона фунтов стерлингов. Наборы первой помощи это именно то, что просили украинские военные. Ранее Великобритания предоставляла каски, приборы ночного видения, палатки и спецодежду. Партия аптечек прибудет в Киев в апреле спецбортом Королевских ВВС. Новые ставки все же популяризировали армию. В этом году Минобороны планируют набрать только в Киеве около тысячи контрактников. А уже с начала января о желании служить за деньги заявили около ста киевлян. Напомню, в этом году в несколько раз повысили оклады контрактникам. Теперь они получают от 7 до 16 тысяч гривен в зависимости от звания. Такой шаг позволит выполнять боевые задачи их силами и отказаться от мобилизации. Больше получают и те, кто уже служит на передовой, говорят военные. Крещение на передовой. Украинские морские пехотинцы в Широкине, невзирая на сильный ветер, сегодня ныряли в прорубь. Но почти сразу из воды до вполомя пришлось вернуться на позиции. Как это было, видел Александр Пантелеймонов. Украинским морским пехотинцам в Широкине часто приходится вести бой. В любой момент каждый из них может убить врага или погибнуть. Вот и накануне вечером боевики активизировались настолько, что пришлось отвечать огнем прицельно. У наших потерь нет, есть ли они у противника, пока неизвестно. Вечером у нас вчера был бой. Противник обстрелил позиции батальона в поселке Широкино. Обстрел ввелся из минометов, обстрел ввелся из стрелкового вооружения. Соответственно, мы давали ответный огонь. Окопная жизнь изматывает и тело, и душу. Внешне ребята спокойны. О том, что происходит в их сердцах, известно только им самим. Сегодня на праздник крещения есть возможность отдохнуть душой, объясняет военный капеллан перед строем. Вы должны осознавать, что это не просто мыть тело, а внутри что-то происходит. Мы не понимаем, что происходит. Бог нас благословляет, и мы делаем это крещение. И он меняет нас изнутри. На улице минус три, на морском побережье сильный ветер. Но бойцы после напутствия капеллан настроены решительно. Один за одним бегут к проруби. После купания настроение приподнятое. Супер! Украинский дух не зломай. Слава Украине! Отлично! Это не передать словами. Это ощущение бодрость, чувствую себя отлично. Очищение духа и всего, что совершил, может, неправильно. Ну, лучше не бывает. По ту сторону передовой, похоже, совсем другие настроения. За последние дни количество вражеских обстрелов существенно выросло. Боевики начали бить даже из уже позабытых было тяжелых минометов. Александр Пантелеймонов, Максим Чеблин и Александр Ковтун. Подробности телеканал Интер. В праздник крещения президенты и премьер в проруби не купались, а поздравляли украинцев в соцсетях. Петр Порошенко пожелал здоровья каждой украинской семье, Арсений Жеяценюк, энергии и выдержки. А народные депутаты от оппозиционного блока Сергей Левочкин и Вадим Новинский приняли участие в божественной литургии в Свято-Успенской Киево-Петерской лавре. Депутаты помолились о мире в Украине. Купели в этот праздничный день, напоминали места паломничества по всей Украине. Праздничные молебны и народное купание в столице видела Елена Механик. Ну а мои коллеги из подробностей даже поучаствовали. Воздух минус 7, а на ветру кажется в два раза холоднее. Но юному киевлянину это не помеха. У него дебют. Первый раз. Мама не разрешала, а мы уговорили. В столице сегодня окунались и стихийно, и организованно. Сегодня освящается вода. Это великая айгасма, великая святыня, которую держат целый год православные люди. И когда мы хворим, когда нам что-то плохое, мы помазываемся, пьем эту воду, чтобы благодать Духа Божия охраняла, сберегала и давала нам силы. Главная прорубь на Аболонской набережной возле Свято-Покровского собора собрала рекордное количество ныряющих и наблюдающих. А купальщики со стажем и в воду заходят не спеша. И после не торопятся утепляться. У бывалых своя метода. Я молюсь при этом, как ты в воду. Не знаю, что делают другие люди. Но отгоняю от себя думку про холод. Думаю про свято, про сотни тысяч людей. Что одним забава, то другим работа. Не осталось на берегу и команда подробностей. Чувствую, это охонь. Христов согрестился за святом. Шикарная водичка. Хватит на целый год. Здоровья. Спиртное беспохмелье. Что это? Научный прорыв для любителей застолий или новогодний розыгрыш северокорейских ученых? Проверяли мои коллеги и расскажут в международном обзоре. Грандиозный коррупционный скандал в Эстонии. Глава департамента полиции и пограничной охраны Эльмар Вахер купил себе сапоги и наушники от холода на казенные деньги. Чиновник потратил на обновки 400 евро и расплатился картой департамента. Дело Вахера уже изучает антикоррупционная комиссия парламента. МВД требует объяснения от чиновника и хочет установить надзор за департаментом полиции. В Дании посетители ночных клубов начали проверять на знания английского или датского языков, для того, чтобы в заведении не просочились нелегалы. Посетители дискотек жалуются, выходцы с Ближнего Востока ведут себя агрессивно и пристают к женщинам. Такие случаи зафиксировали сразу в трех городах Дании. Теперь охранники объясняют нежеланным гостям, что знание языка необходимо, чтобы общаться с барменом и официантами. Спиртное, которое не вызывает похмелья, разработали в Северной Корее. В его состав входят качественный женьшень и обожженный клейкий рис, он заменяет сахар. Напиток уже получил награду за сохранение национального вкуса. Кандер регулярно удивляет мир своими открытиями, но проверить, правда ли это, невозможно. Только за прошлый год северокорейские ученые отрапортовали, что изобрели вакцину против рака, лекарство против СПИДа и вируса Эбола. Идеальную кожу для роботов разработали китайские ученые. Отличить человека от киборга, покрытого вот такой оболочкой, почти невозможно. В смарт-материал вмонтированы датчики тактильных ощущений. Но главное, роботы с синтетической кожей экологически чистые. Ведь со временем их покрытие разлагается, как кожа людей после смерти. Обычную оболочку роботов создают из металла и пластика. Эти материалы очень сложно утилизировать. Британская семья Сью и Ноэль Редфорд готовятся к пополнению. Рождению 19-го ребенка сейчас Сью на 12-й неделе беременности. Пара говорит, твердо решили, детей больше не хотят, но на Новый год им снова улыбнулась удача. Семья живет на доходы от пекарни. Обходится без кредитных карт и ежегодно тратит только на детей 43 тысячи долларов. Впервые Сью родила в 14 лет. Сейчас Чита самая многодетная в Британии. Вот вы и узнали самые главные и самые интересные новости этого дня. Спасибо, что смотрели подробности. Увидимся в этой студии уже завтра.